Вот у Сэлби четвертый справа красный на ближней половине стола в среднюю проходит. Можно к нему подобраться, к этому красному, но позиция открыта и биток у борта вряд ли Сэлби будет рисковать. Вот здесь проще прижать Билла Шар к черному от соседнего красного. Ну и только надо быть внимательным, чтобы правый шар не отдать. Да, к этому удару, наверное, и придет Марк Сэлби. Он же такой вариант уже видит, он другие варианты обдумывает. Ну дайте же нам еще раз титр. Нет, нет. Сколько же минут без забитых шаров уже прошло? Думаю, 25. И вот в таких игровых ситуациях комфорт не должен себя ощущать Марк Сэлби. Вроде бы да. Но почему он вообще в отыгрышах действует хуже, чем Бинхам? Повторяю тот игры Штюарта. Ну таким ударом просто обострил позицию Бинхам. Вы тогда сказали плант. Я не сразу понял, что там за плант какой. А ведь, ну, может быть, Бинхам в своих расчетах допускал, что красный может упасть в зеленую лузу. При этом уводил биток. Это, конечно, вызвало бы восторг публики. Розовый после этого. Ну, больше минуты-то у нас были размышления, а вот теперь больше двух. И сейчас исполнит вариант, о котором мы говорили уже на первой минуте. Не станет ли Сэлби играть плант? Ну вот в том-то и дело, когда Сэлби подолгу задумывается, он частенько выполняет что-то очень интересное. Наверное, не в среднюю, а в зеленый угол. А ведь опасный идет красный. Нет, левее лузы. И останется у лузы. Ошибка. Ошибка Сэлби. Ну, как ошибка? Такой шар в ближней половине не взять, да и путь к нему закрыт. Гуан Уильямс подтолкнул Сэлби к выполнению удара. Ну да, шар не виден дальний. Он опасен. Что делать Стьюарту? 30 минут. С небольшим продолжается фрейм. Винхам атакует. Тут и красный может помочь упасть красному. Браво! Вот и закончилась эта фаза, когда не было забитых шаров. Блестяще сыграл Стьюард. Вот как теперь пойдет атака? Я имею в виду то, что нелегко после таких продолжительных отыгрышей. Продолжение следует...